МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Смотрите сегодня в выпуске. Нет конца, когда построят новое здание 11-й школы. С пользой для города в Сарове начала работать молодежная биржа труда. Ряды клинической больницы номер 50 в этом году пополнили 19 молодых специалистов. Далее расскажем во всем подробно. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Готово на 85%. Сейчас внутри здания ведут отделочные работы. Стройку планируют закончить ориентировочно уже осенью этого года. Такую информацию о ходе строительства 11-й школы в апреле дали журналистам представители администрации. Однако родители учеников обнадеживающие прогнозы не убедили. Везде получаем одинаковый текст, везде всё будет. Сейчас вы ещё немножко потерпите. Информация вся не особо доступна. Родители не пускают на строительные площадки. Дают чисто сухие цифры о 85%. В том году мы видели 75%. В этом году за год цифра стала 85%. 30 июня будет окончание очередного сдвинутого срока сдачи объекта. Тревогу родители забили, когда стройка понемногу опустела. Из окон своих домов многие видели, что рабочих на площадке практически нет. Однако администрация поспешила их успокоить. Работы идут, но внутри здания, а потому рабочих на территории вы не видите. Работы, быть может, и идут, вот только сроки их завершения каждый раз меняются. И если в апреле горожанам обещали сдать объект осенью, то на заседании Тумского комитета уже прозвучали новые сроки. Если повезет и все очень хорошо будет сказано, дай бог январь месяц. Строительством школы занимается подрядная организация ООО «ТСК». Параллельно она ведет работу еще на двух объектах, а именно на дороге к детской поликлинике на Чапаево и Центре культурного развития. Важно услышать позицию самого застройщика, считают народные избранники. А потому подрядчика планируют пригласить на следующее заседание. Вот только уверенности в том, что он появится, пока нет. Мы на совещание его приглашаем, на последние видеоконференц-связи с участием замгубернатора он не появлялся. Подрядная организация «ТСК» фигурирует в уголовном деле по факту мошенничества при реализации национального проекта «Экология». При реконструкции очистных сооружений подозреваемый закупил вместо оборудования, предусмотренного проектной документацией, его более дешевый аналог с худшими характеристиками. Так, бюджету нанесен ущерб в размере 1 миллиона 800 тысяч рублей, по мнению прокуратуры Нижегородской области. Более того, аванс, взятый подрядчиком на три городские стройки, включая школу-11, составляет 100 миллионов рублей. Кто виноват, понятно, что делается. Вопрос остался. В Руси у нас две. Что делается? Ну неужели управление ФСБ без городской области увлекать? 100 миллионов рублей – это не особо крупный размер. Это не полтора миллиона, понимаете? Вот с полтора миллиона считается особо крупный размер. Да еще и организованы группы лиц по предварительному сговору. Споры о том, кто виноват и что делать, не утихали еще долго. Народные избранники пришли к выводу, что строительство городских объектов следует взять под особый контроль. А именно, выезжать на объекты, а также пытаться наладить диалог с застройщиком. Пока власти ищут виновных и пытаются решить проблему, родителям остается ждать и надеяться, что долгожданная школа в одном из самых больших микрорайонов города все же начнет свою работу в этом календарном году. Нам необходима новая школа, чтобы дети не теснились, чтобы они могли получать образование в качественных условиях, могли расти, развиваться, дружить и получать нужные знания. Пожалуйста, мы просим вас обратить внимание на нашу проблему и помочь в ее решении. Канал 16 продолжит следить за развитием ситуации. Мы будем информировать вас о том, как движется стройка. В этом году перестала работать КПП номер 2. Этот небольшой пешеходный пропускной пункт находится в конце Балыково, практически на границе с садоводческим обществом «Мотор», где у горожан есть дачные участки. Решение о закрытии КПП вызвало недовольство садоводов. С этим вопросом они обратились в городскую думу. Когда закрыли КПП, это был просто школа звонков. Это невозможно было выходить на работе, потому что приходили люди, звонили люди и так далее. У нас на сегодняшний день 1172 человек согласны. Конечно, такой статистики нет, сколько людей, проходы через КПП. Но им пользуются активно, потому что через него проходят не только садоводы, у кого нет автомобиля, но и те, у кого и есть. Просто, например, супруг заболеет, супруг работает. Вопрос с КПП-2 возник еще в 2017 году после выхода 646-го постановления правительства, которое предъявляет определенные требования к оборудованию контрольно-пропускных пунктов. Антитеррористическая комиссия Нижегородской области постановила, что объект в Сарове этим требованиям не соответствует. С учетом краткого анализа на сегодняшний день пропускной способности этого КПП, сколько человек там проходит в руководственном институте, просто принято было решение о закрытии данного КПП, потому что там ходит порядка 50 человек, одних и тех же, в течение недели. От третьего КПП до Дивеева ходит автобус, который проезжает как раз мимо мотора. Но у него есть свой режим, не всегда удобный для садоводов. Плюс по маршруту пускают пазик, который не может вместить всех желающих. А так они свободно просто встали и поехали. С 7 до 22 часов работал КПП, а в сентябре это было, конечно, им удобно. Те, кто даже во вторую смену работал, могут прибежать из утра. Вообще, какое депрессивное состояние людей. Они говорят, что о нас никто не заботится, о нас никто не думает, нас бросили и так далее. И слушают, приходится очень много. К закрытию КПП депутаты предложили альтернативу проработать вариант с созданием автобусного маршрута, который бы забирало людей по городу и довозил до мотора. Однако его запуск, как пояснили представители администрации, не в полномочиях муниципалитета. Подобным образом организована доставка садоводов в Зарю, Золотой корень и Надежда. Однако там садоводческие общества сами оплачивают этот автобус на деньги владельцев дачных участков. Давайте сделаем депутатское обращение на имя директора ядерного центра с просьбой привести второй КПП в соответствии с требованиями. Потому что на самом деле им пользуется большое количество людей, и они к этому привыкли. Ситуацию другим путем решить, я думаю, что не получится. Просто нужно принять решение, обеспечить финансирование, привести в соответствии с пользователями. Кроме того, депутаты обсудили создание ФОКа в нашем городе. Пока это вопрос на паузе. Хотя есть площадка и проект модульного объекта, как в Ветлуге. Администрация ждет визита министра спорта региона, чтобы поднять эту тему. Депутаты, в свою очередь, решили обратиться к депутату Госдумы Евгению Лебедеву, чтобы он взял строительство ФОКа в Сарове под личный контроль. Екатерина Пенова, Константин Островский, Александр Мальков. Служба новостей Саров, 24. Дорожный ремонт – одно из самых долгожданных событий в году у автомобилистов, поскольку в городе есть участки, проезжать которые водителям нужно с особой осторожностью. Местами ничего, местами очень даже плохо. Ну, я думаю, что летом это все закончится с проведением ямочного ремонта, как обычно у нас это делается. А зимой это опять все вернется в прежнее состояние. Ну, должна сказать, что некоторые участки улучшились вот в последние года два. То есть, что там, Музрукова отремонтировали, да, Садовую отремонтировали, насколько я знаю. Улицу Димитрова надо ремонтировать, Садовую надо ремонтировать. Ну, а в целом, сейчас ямочный ремонт идет неплохо. Стараются власти, предпринимают усилия, чтобы мы, водители, ездили в комфорте. Димитрова ужасная. Ну, в общем, даже те, которые из года в год выдавались как образец всей по улице Ленина, и та уже, честно говоря, деградировала до такой степени, что стыдно за лицо города. Вы знаете, вот самый плохой участок, мне не нравится, когда мы едем по дороге вдоль Саровки, как она дорога, не помню, называется. Там очень много выборов, и особенно, когда выезжаешь на коксовую дорогу. В общем, машину-то и все так. Летом в Сарове планируют отремонтировать до 48 тысяч квадратных метров дорог. К концу года в порядок приведут покрытие на проспекте Ленина, улицах Железнодорожной, Садовой, а также Назернова, от улицы Маяковского в сторону школы номер 17. Отремонтируют и автодорогу от поворота в поселок Коврес в направлении лагеря «Березка». В рамках софинансирования областных средств запланирован ремонт автомобильной дороги улицы Димитрова, проезжая часть общеплощадью 3700 квадратных метров. Также по обращениям жителей запланирован капитальный ремонт автомобильной дороги улицы Гоголя. Это устройство тротуара на участке от улицы Маяковского до улицы Герцена. Запланирован ремонт на улице Нижегородской. Там установят две новые автобусные остановки и сделают разворотную площадку для рейсовых автобусов. В настоящее время уже выполнен ремонт асфальтобетонного покрытия проезжей части дороги от КПП-3 до поселка Цыгановка. Частичный ремонт проезжей части дороги на КПП-1 от улицы Ключевая до Дальней Пустынки. Также дорожных специальных предприятий ведутся работы по устранению ненормативных выбоин и ямочному ремонту проезжей части улиц. Фрезерование в рамках контракта по содержанию дорог. Ямочный ремонт уже сделали на улицах Павлика Морозова, Мичурина и Силкина. К октябрю ремонтные работы планируют закончить. Анна Пилипец, Константин Островский, Александр Мальков, Служба новостей, Саров, 24. Руководители фотостудий, клиник, магазинов продовольственных и непродовольственных товаров, основатели салонов красоты и детских клубов, лучших предпринимателей города чествовали в Доме молодежи. Весь вечер в адрес бизнес-сообщества звучали теплые слова от коллег и представителей администрации. За вами люди, за вами предприятия. От ваших рискованных решений зависит не только ваше будущее, но и семьи, людей, которые вам доверились. Особое уважение у меня вызывают те, кто с достоинством отвечает за своих людей, понимает, ведет их в правильную сторону, а также берет на себя ответственность за определенное развитие города. Вы делаете очень большую работу, и она видна. Благодарственными письмами отметили меценатов и благотворителей, которые внесли весомый вклад в развитие города. Конкурс «Лучший предприниматель» проходил в два этапа. В первом победители определяли путем народного голосования. В этом году проголосовавших было в два раза больше. Около полутора тысяч сыровчан приняли участие в опросе. На следующем этапе лучших из лучших определял уже экспертный совет. Причем он мог выбрать как из числа тех, кто выдвинут по номинациям, так и из числа предпринимателей, которых выдвинули сами эксперты. Очень сложно. На самом деле все предприниматели достойны, все участники достойны. И нам, как Центр поддержки предпринимательства, сложно. Мы болели за каждого участника. Нельзя сказать, что у нас были фавориты. Просто действительно каждый достойный. Предприниматель – это человек, который всего себя вкладывает в развитие любимого дела. Поэтому невозможно просто так определить, кто лучше, кто хуже. Победители выбирали по восьми номинациям, четыре из которых были новыми – «Социальная ответственность», «Лучший молодой предприниматель», «Лучший в своем деле» и «Достояние Сарова». Вне конкурса сыровчане сами предлагали кандидатуры для номинации «Народный предприниматель». Победу в ней одержал Павел Жиганов. Основатель мобильной кофейни «Ароматная чашка». Секретом своего успеха он поделился с нашей съемочной группой. Во-первых, самому нужно любить кофе. Во-вторых, нужно к этому подходить профессионально. Изучать матчасть, как это правильно говорится, и требовать от этого же от своих сотрудников. Нас знают не только в городе, но и в области, и в Республике Мордовия. Наша стационарная кофейня работает четыре года. И мы ни с кем не соревнуемся, мы просто хорошо и качественно делаем свои дела. Для гостей праздника организаторы подготовили яркую и насыщенную концертную программу. Анна Пилипец, Андрей Махмудов, Сергей Рябов, служба новостей, Саров-24. В прошлом году РИДКБ номер 50 пополнили 19 молодых врачей. Одна из них – врач-кардиолог Наталья Киселева. Наталья Николаевна родилась в семье медиков. И вопрос с выбором профессии перед ней никогда не стоял. У нас целая династия, начиная с дедушки и бабушки. Я и видела медицину с самого детства. Я была в больнице с самого детства. Смотрела, как пациентов лечат, как выздоравливают пациенты. И, естественно, прониклась, тоже захотелось именно этого. Благодаря программе по привлечению молодых специалистов и по договоренности с помощью ФМБР России Наталья Киселева после окончания ординатуры приехала в Саров. И с ноября прошлого года принимает пациентов в первой поликлинике. Как признается врач, она была приятно удивлена той помощью и поддержкой, которую ей оказали руководство больницы, коллеги и отдел кадров. Когда я приехала в Саров, мне здесь выдали однокомнатную квартиру. Плюс мне выдали единовременную выплату при трудоустройстве. Что мне, естественно, очень помогло в первое время здесь и прожить, и купить все то, что необходимо. Молодой специалист переживает за каждого своего пациента. Расстраивается, когда они не соблюдают ее рекомендации. Искренне радуется, когда назначенное лечение дает положительный результат. Наталья Николаевна постоянно совершенствует знания в кардиологии и планирует в будущем получить еще одно образование. Благодаря программе по привлечению молодых специалистов и сотрудничеству КБ номер 50 с пункцией ФМБР России в этом году ряды больницы пополнят 15 врачей различных специальностей. Не сидеть все лето за компьютером, а заниматься общественно полезным делом, заработать при этом небольшую денежку. Такую возможность предоставила школьникам нашего города молодежная биржа труда. Одно из предприятий, на которое трудоустроились ребята – товарная база. Мы решили узнать, чем конкретно они здесь занимаются. Каждый будний день ребята утром приезжают на товарную базу. Рабочий день у них начинается с 8 утра. Сначала бригадир распределяет задания, потом работники расходятся по точкам. В конце каждого часа ребятам предоставляют небольшой перерыв. Работают до обеда, потом расходятся по домам. Ребята очень трудолюбивые, ответственные. Работу свою знают. Задача у них простая. У мальчиков – это благоустройство территории, это сбор мусора. Мы подметаем вдоль дороги. Девочки занимаются прополкой территории, сбором травы. В первой бригаде работают три юноши и три девушки. Ребята будут находиться на этом объекте месяц. Прошло только несколько дней, а кто-то из них уже говорит, что хочет остаться на все лето. Все относятся хорошо, благосклонно, все помогают, снабжают оборудованием, ну и все хорошо. Идут навстречу. Крутое занятие, что можно позаниматься полезным делом, можно заработать денежку, не просто сидеть дома. Как большинство это и делают. Я благоустраиваю территорию, и мне это нравится. Тут дружный коллектив. А это твой первый опыт работы? Это моя самая первая работа, да. Другие ребята с молодежной бежитруда работают в ДЭПе и центре ЖКХ, Гуровтотрансе и Гуроводоканале. Пока на этих предприятиях трудятся ребята 16-17 лет, но есть много желающих помладше. Над возможностями их трудоустройства сейчас работают. Отличные мероприятия. Дети приобщаются к труду с более, так скажем, опытными рабочими. И, ну, как бы набираются от них уже. И что можно сказать? Ну, мужают они, в общем. По вопросам трудоустройства подростков в летний период можно обратиться в молодежный центр. Звонки принимают с 10 до 18 часов по будням по телефону 99-313. Екатерина Пёнова, Константин Островский, Александр Мальков. Служба новостей, Саров, 24. Социальный работник – непростая профессия. Для многих, кто всё же решается встать на этот порой тернистый путь помощи людям, она становится делом всей жизни. Гульнара Ибрагимова работает в Центре социального обслуживания 13 лет. Она заведует отделением дневного пребывания. Несмотря на насыщенный ритм работы, большой усталости или выгорания у Гульнары нет. Силы ей придают благодарные улыбки пациентов, признаётся женщина. Мне эта работа очень нравится. И тот ритм, который я выбрала для себя, он меня вполне устраивает. Очень нравится коллектив, в котором я работаю. Слаженный, дружный, высококвалифицированный. И самое главное – ты видишь плоды своего труда. Когда обслуживаемый уходит с улыбкой на лице, и благодаря тебе за то, что ты упомнила в полном объёме свою работу, улучшила качество жизни своих пациентов, это доставляет огромное удовольствие. В год отделение дневного пребывания обслуживает около 420 граждан пожилого возраста и инвалидов. В течение 15 дней соровчанам оказывают большой спектр услуг социально-бытовых, медицинских, психологических и правовых. В отделении ведёт приём врач-физиотерапевт и терапевт. Также здесь делают все виды инъекций. Большой спектр физиотерапевтических процедур. Ручной массаж, электрический массаж, вибрационный массаж, массаж для стоп, подводный массаж для ног, лазеротерапия, ультразвуковая терапия, очень широко представлена магнитотерапия, мак, алмак, дресс-анваль, полис, пэмп. Мы делаем грязевые аппликации, инкаляции, предоставляем кислородный коктейль, витаминный чай успокоительный. Так отделение помогает людям, нуждающимся в помощи, поправить своё физическое и моральное здоровье. Также в центре существует три надомных отделения, два социально-медицинских и одно бытовое. На дому обслуживают в год около 400 пожилых людей и инвалидов. Социально-консультативное отделение помогает обратившимся разобраться в вопросах социального обеспечения, материальной помощи. Также его сотрудники могут оказать обратившемуся психологическую поддержку. Ещё у нас есть срочное отделение срочной помощи, в котором осуществляется взаимодействие непосредственно с клиентами, которые нуждаются в срочной помощи. К ней может относиться вещевая помощь, продуктовая помощь, помощь в оформлении документов. В год центр помогает около 9,5 тысячам саровчан. Важная часть терапии пожилых людей – общение, считают специалисты центра. Для большинства обратившихся важно выговориться, рассказать о своих проблемах, печалях, страхах. Найти того слушателя, который поймёт и разделит его печали. Я живу одна. Живу одна почему? Потому что дети уехали, внуки есть тем более где-то там за нашей территорией, нашего города. Друзья, товарищи, соседи, многие исчезли из этой жизни. И вот это одиночество, оно, конечно, очень хорошо уходит от того, когда я сюда попадаю. Я попадаю сюда третий раз. Канал 16 поздравляет социальных работников нашего города и желает им сил, стойкости и положительной атмосферы на работе. Анна Пилипец, Андрей Махмудов, Александр Мальков, Служба новостей, Саров, 24. КОНЕЦ Варвара – самая настоящая богатырша, с которой не может совладать ни один молодец. А Кощей – стильный и обаятельный, но одинокий холостяк. Киноатис стремится сделать анимацию, которая была бы узнаваема для зрителя и отличалась от остальных мультфильмов. У нас одна из самых таких студий, которые делают именно российский контент. Сделки «Стрелка», необыкновенное путешествие Серафима, Кощей «Похититель невест». Многие студии делают контент нового фильма, особенно анимацию, которая непонятно где сделана. Вы можете такую же примерно анимацию увидеть, я не знаю, там в Китае, в Корее, в Латинской Америке, что-то похожее могут сделать. То есть нет никакой привязки к каким-то национальным. Перед показом нового мультфильма генеральный директор студии «Киноатис» Вадим Сацков встретился в технопарке с представителями администрации и саровскими журналистами. В неформальной обстановке Вадим Николаевич рассказал о нюансах киноиндустрии, а также об особенностях и технологиях создания анимационного фильма. «Даже сейчас эскизы уже, если раньше еще кто-то, для чего, какие-то эскизы рисовал руками, то сейчас уже все настолько проще, быстрее, удобнее рисовать на планшетах, например, что даже какие-то первоначальные эскизы редко делаются. Я, например, лично прошу художников, чтобы они сделали эскизы руками, чтобы у нас осталась какая-то рукотворность». Перед показом Вадим Сацков также ответил и на вопросы детей о создании мультфильма «Кощей. Похититель невест». Светлана Юрнова, Сергей Чекалин, Александр Мальков. Служба новостей «Саров-24». Знаковые события не только для Сарова, но и для всего российского воинства. Дань уважения герою войны 1812 года генералу Полуэктову отдали представители армии и нацгвардии, митрополит Нижегородский Арзамасский, представители губернатора и полпреда президентов ПФО. «За Бородинское сражение в боях погибло со стороны Франции 37 генералов, с нашей страны 41. Это одно из самых кровавых побоищ того времени. И генерал Полуэктов во всех сражениях проявлял себя самой лучшей страной». Помимо Бородинской битвы генерал Полуэктов участвовал в Аустерлицком сражении и зарубежном походе, который закончил в Париже. Он прошел через все горячие точки Европы того времени. Его грудь была украшена множеством орденов. «Его деятельность, как военачальника, она является примером для всего личного состава и Министерства барона, и войск национальной гвардии, и других силовой структур». Парное захоронение мужчины и женщины археологи обнаружили летом 2018 года при проведении работ на территории Саровского Свято-Успенского монастыря. По фрагментам мундира и обручальным кольцам с гравировкой восстановили личности покойных. Семья Полуэктовых, которая владела землей неподалеку, выступала в роли благотворителей и часто жертвовала монастырю священной реликвии. За такие благодеяния этот род удостоился того, что папа Бориса Владимировича, бригадир Владимир Борисович, упокоен здесь. И здесь же удостоен такой чести сам генерал Борис Владимирович Полуэктов. Перезахоронение останков Бориса Владимировича Полуэктова у восстановленного храма прошло по благословению патриарха Московского и всея Руси Кирилла. На месте, где нашли останки супругов, сейчас стоит обелиск. А скреп восстановили на том же месте за алтарем храма живоносного источника, где будут покоиться супруги Борис и Любовь Полуэктовы. Екатерина Пенова, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров, 24. Праздник поэзии проходит в Молодежном библиотечном информационном центре каждый год 6 июня в день рождения Александра Сергеевича Пушкина. Темы всегда разные. В год столетия СССР организаторы решили обратиться к творчеству поэтов Советского Союза. Мы решили рассказать о поэзии с 20-х по 80-е, пройти каждое десятилетие, представить те, кто в это время творил. Советская поэзия полифонична, многоцветна и многогранна. Здесь нашли отражение и революционная эпоха 20-х годов, и Великая Отечественная война, и страстные 60-е. Чекисты, разоблачай вредителя рвача, стрелки, ударники и коммунисты за славный труд, за дело Ильича. Перенести зрителей в атмосферу тех лет помогали актеры Саровского драматического театра и клуба самодеятельной песни «Поиск». Поэтическую летопись СССР они переложили в литературно-музыкальную композицию. Для меня было, по крайней мере, очень много открытий в работе над этой композицией. Присловно, что у меня любимый поэт, это поэт 20-го века, Иосиф Бродский, хотя мы его не стали включать в эту историю. Но было очень интересно, например, наткнуться на поэтов ГУЛАГа, которых оказывается огромное количество, и которые писали потрясающе интересные стихи. В конце мероприятия зрители ждал открытый микрофон. Все желающие могли прочитать любимые стихи. Екатерина Пёнова, Андрей Махмудов, Александр Мальков. Служба новостей Саров, 24. Лист бумаги, клей, немного терпения и капельку фантазии. Вот на столах гостей художественной галереи строится настоящий морской флот. Ребята учатся мастерить корабли в технике оригами, исследуя четким инструкциям педагога. А дальше каждый придумывает для своих моделей разные дизайны. Мы сегодня делали кораблик из бумаги и украшали, можно сказать, свою картину. Кораблик было собирать несложно. Собрала с первого раза. Украшала я его иллюминатором, кругом и якорем. Рядом, на фоне я сделала волны из бумаги. В этом месяце морская тематика творческих мастерских. Техники исполнения работ выбирают простые, выполняют их также из подручных материалов. Для того, чтобы ребенок дома смог сам повторить поделку, которую сделал на занятии. К примеру, на мастерской скелетоны ребята делают рыбу-подвеску из коктейльных палочек. Другая мастерская на морском дне научит юных сыровчан создавать подводный мир в технике объемной аппликации. Прекрасные творческие мастерские, которые мы запустили на ночи музеев, так как у нас была запись и было ограниченное количество мест, эти творческие мастерские переехали на каникулы. В июне месяце они будут все, каждый день идет новая творческая мастерская. То есть, приходя к нам в понедельник и уходя от нас в пятницу, можно сделать пять новых работ. Творческие мастерские проходят в художественной галерее каждый день с понедельника по пятницу в 12.00. Прийти на них может любой желающий по предварительной записи. Возрастное ограничение 6+. Также с понедельника по пятницу в 13.00 галерея будет показывать юным сыровчанам мультфильмы в кино. Выпуск 143. Возрастное ограничение 0+. Дополнительную информацию о каникулах в галерее можно получить по телефону 702-87-664-09. Анна Пилипец, Константин Островский, Александр Мальков, Служба новостей, Саров, 24. Книга «Плыви силач» писателя и ученого Юрия Нечапаренко посвящена молодым годам Александра Сергеевича Пушкина. Автор раскрывает перед читателями много неизведанных и удивительных фактов об известном поэте. Мы решили почитать книгу жанра нон-фикшен. Эта книга рассказывает о жизни Александра Сергеевича Пушкина. То есть, тем не менее, это связано со школьной программой. Но факты, которые представлены в этой книге, мы очень надеемся, что ребята очень заинтересуют и они им понравятся. Потому что эти факты уникальные. И, наверное, в рамках школы об этом практически не говорят. В произведении прослеживается судьба Александра Сергеевича, начиная с истории его прадеда и заканчивая встречей с будущей женой Натальей Гончаровой. Юный читатель на протяжении всей книги видит взросление Александра Сергеевича и его становление как поэта. Какой факт, может быть, тебе больше всего понравился, какой больше всего удивил? То, что он был очень общительный. И то, что их семья любила общаться с друг другом. Я узнала то, что Александр Сергеевич Пушкин много ездил в города с маленького возраста. И он любил общаться со своими ровесниками. Чтобы помочь ребятам осилить список книг на лето, а также рассказать им о новых интересных произведениях, которые помогут на уроках литературы, библиотека имени Пушкина запустила проект «Громкие чтения». На встречах со школьниками первых-четвертых классов библиотекари читают рассказы или отдельные главы книги вслух, комментируют прочитанное вместе с ребятами. Как правило, такие чтения вслух у нас всегда сопровождаются различными дополнениями. Это не просто только читаем. Это всегда диалог с ребятами. Это или комментированное чтение по ходу, или обсуждение после прочитанного. Возможно, будут добавляться игровые моменты. Так что, в общем-то, здесь море для творчества и библиотекаря в том числе. Первая встреча, посвященная жизни Александра Сергеевича Пушкина, завершилась Пушкинской викториной и познавательной лотереей. Если проект наберет популярность среди ребят, то такие встречи библиотекаря планируют проводить еженедельно. Сейчас, пока «Громкие чтения» проходят каждый второй и четвертый вторник месяца. Субтитры создавал DimaTorzok